Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных событиях, произошедших в Оренбурге, расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Роман Ланцев. И вот главные темы выпуска. Страшная трагедия произошла в Оренбурге. Бродячие собаки загрызли ребенка. Какие последствия после себя оставили капризы погоды? В Оренбурге приступают к благоустройству улицы Советской. Подробности смотрите далее. В Оренбурге на школьника напала стая бездомных собак. От ранений ребенок скончался на месте. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Подробности о трагедии в нашем сюжете. В центре гаражного кооператива на второклассника напала стая собак. На земле все еще видны следы крови. Неравнодушные жители начали приносить цветы к месту гибели ребенка. Максим, получается, наших дочерей одноклассник, позитивный, хороший мальчик. Отзывчивый, добрый. Очень добрый. Вот у нас дочери, получается, у меня, у подруги. Мы все в одном классе обучаемся. Дочки хвалили именно этого ребенка. Он очень был отзывчивый. Он гулял в день Пасхи, получается, с другом. Кто говорит с братом, кто говорит с другом. При каких обстоятельствах мальчик остался один, неясно. Возможно, свора увязалась за школьником еще на улицах. Подобное случается нередко. Мы забираем детей из 61-й школы. Мы не можем даже на метрах рядом. Отпускаем максимум на метр, потому что приходится идти с ними под ручку. Стая собак бросается. На детских площадках они вообще хозяева. Просто-напросто эти собаки. Мальчик сейчас подошел местный сказал, вот недавно друга нашего отвезли в больницу, покусала очень сильно стая собак. Вот именно, опять же, предположительно, вот в этих, в этой местности, в этих гаражах. Вот с этим я хожу постоянно, от собак. Вот нажимаешь, и пульс. Они убегают себе. Прямо у них шетина поднимается. Вот я посниму. Купил специально для этого, для собак. Они то в гаражах у нас живут, то там дальше, там еще есть. Они там возле мусорки с валом. Вот проходят все с палками, без палок не ходят. Я с бадиком хожу. И то я же здесь давно здесь. И то некоторые знают меня, собачки там, пробегают. И они прям молчком летят туда, куда-то. Собаки досаждают жителям района уже больше пяти лет. Отстреливать и травить животных нельзя. Работы специалистов сводятся к кастрации и чипированию, что уже не устраивает людей. Людей расплодили нищих, а те выкидывают, а те тут плодятся. Понимаете, вот этот вопрос нам давно было решать. Они упустили на самотек. Спецавтохозяйство. Зачем убрали? Они же работали. А теперь некому их отлавливать. Они просто вот кастрируют, стерилизуют и упускают. Они есть хотят. Они живые. Они такие злющие, что нет сил никак. Это беда. Ребенка закрыта. У нас по 8-10 собак. И никому никакого дела нет. Есть вот такие любители, кто подкармливает. Я такого мнения. Вот я обращаюсь. Я как пенсионерка. Я живу здесь. Ну неужели от них нельзя? Какая прибыль от них? Вот скажите, зачем держать этих собак? Ну собрали вы приют один? Один приют собрали. Хватит. Происшествие вновь ставит вопрос о допустимых мерах воздействия на бездомных животных. По поводу трагедии высказалась уполномоченный по правам ребенка по Оренбургской области. Вопрос безнадзорных животных, к сожалению, по-прежнему стоит остро. Те подвижки, которые наметились по этой проблеме, недостаточны. Мы не успели реализовать задуманные инициативы нашего аппарата. И я прошу прощения за это. Продолжаем работать в этом направлении. Моя позиция на тему бродячих собак та же, что и раньше. Нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей. Нет ничего важнее наших детей. Бездомные собаки – общегородская проблема. Случаи нападения животных на детей фиксируются в разных местах с определенной периодичностью. Ровно год назад я поехала к 56-й школе после трагедии. Благо она была не смертельная. То есть девочку сильно покусали собаки. Это взял на контроль следственный комитет. И ребенок просто отделался таким хорошим испугом. Плюс были укусы на теле. Ситуация, к сожалению, вновь повторилась спустя год. Только тогда мы сумели избежать эту трагедию. А сейчас мы столкнулись с ужасной катастрофой. По факту смерти несовершеннолетнего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Процесс находится на особом контроле руководителя Следственного комитета Оренбургской области. В настоящее время следовательно производятся следственные действия, в том числе в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Оренбурга, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Следственным будет дана надлежащая правовая оценка действий должных ответственных лиц за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга. В обсуждении происшествия члены правления области сделали акцент на важности предотвращения подобных случаев. Денис Паслер обратился к главам с предложением проверить ситуацию с бродячими животными в регионах. Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы. Мы направляли предложение по изменению закона в правительство России и хотим, чтобы он был доработан. Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо еще раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей. Расследование трагедии находится на контроле федеральных органов. Сегодня сообщить о вскоплении бездомных собак можно в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города или в любую службу отлова животных. Аварии, обрывы вода и энергосетей, а также прочие ЧП. 14 апреля Оренбург оказался во власти непогоды. Каковы последствия внезапной стихии, расскажет наш корреспондент. Непогода в выходные застала многих оренбуржцев врасплох. Поездки за город стали настоящим испытанием для водителей. Нарушение скоростного режима и плохая видимость стали следствием множества аварий. Всего за время непогоды, по данным ГИБДД, произошло 70 ДТП. По данным опроса нашего телеграм-канала, до апрельского снегопада 88% подписчиков переобули свои автомобили на летнюю резину. Из них 11% переобулись еще в марте и 27% в начале апреля. Остальным 12% повезло больше. Помимо этого было перекрыто несколько трасс, в том числе два участка федеральных, а также дороги регионального значения. Некоторым водителям даже понадобилась помощь в пунктах обогрева. Два человека обратились в пункты временного размещения, ввиду того, что они попали в неблагоприятные погодные условия, находясь в движении. Пострадавших нет и помощь медицинская им не потребовалась. На востоке области под аварийное отключение попали Светлинский, Яснинский, Адамовский район, Игайский городской округ. В Орске также была ситуация с снижением давления холодного водоснабжения. И все эти ситуации были на контроле и решались своевременно, оперативно, насколько это было возможно всеми службами. Также специалисты Оренбургэнерго восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение. Причиной аварии стал сильный ветер, порывы достигали 27 метров в секунду. По данным учебной метеостанции ОГУ, в Оренбурге 15 апреля выпало 12 сантиметров свежего снега, что эквивалентно примерно 10-12 миллиметрам атмосферных осадков. На следующей неделе обещают отсутствие осадков и приятную весеннюю температуру. В среднем плюс 15 днем и плюс 3 ночью. 17 апреля в Оренбурге началось благоустройство улицы Советской и верхней части набережной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На период ремонта основной спуск на набережную и Елизаветинский спуск будут закрыты. Попасть на набережную горожане смогут по тропе здоровья, расположенной напротив летного училища, в районе Красной площади и автомобильного моста. В рамках благоустройства планируется заменить освещение, плитку, смонтировать велодорожки, установить новые скамейки, урны и малые архитектурные формы. Первый этап благоустройства планируется завершить до 1 ноября текущего года. На данный момент стоимость контракта на выполнение работ составляет более 170 миллионов рублей. На минувших выходных в рамках 23-го тура Чемпионата России по футболу в Росташах прошел матч футбольного клуба «Оренбург» со столичным «Локомотивом». Итогом стала победа гостей со счетом 4-1. На 10-й минуте гости открыли счет, после чего увеличили свое преимущество на 26-й и 30-й минуте. Однако под занавес первого тайма оренбуржцам удалось отыграть один мяч. Автором стал Дмитрий Воробьев. Во втором тайме гости забили свой четвертый мяч. Следующий матч наша команда проведет в Воронеже 22 апреля. Соперником станет футбольный клуб «Факел». На этом у меня все. Еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале ЮТВ Орен. С вами был Роман Ланцев. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.